Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор винтовочной пули от немецкой компании ГЕКО. Сегодня я расскажу о пулях линии ГЕКО Плюс в 308 калибре, вес 170 грейн, 11 грамм ровно, артикул производителя 2318564. БК 0274. Вот в таких коробочках выпускает пули компания ГЕКО. Такая, в принципе, узнаваемая полиграфия. Тонкий картон по 50 штук. Вскрывать я буду ее с домной части, дабы не портить упаковку. Вот как-то так получилось. Ничего мы не порвали, ничего не испортили. Пуля линии ГЕКО Плюс это пуля для охоты. ГЕКО Плюс предлагает пулю по большому счету в довольно-таки современной технологии изготовления. Технология это называется ГЕКО БЮЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИ. То есть она обеспечивает чрезвычайно прочное, так скажем, соединение сердечника с оболочкой пули. Ну а-ля спаивание. Там всевозможные варианты производства у разных производителей высокотехнологичных пуль есть. Ну вот. И в результате этой технологии у нас ГЕКО Плюс прекрасно раскрывается. Ну и практически не фрагментируется. Вот так выглядит наше поле. Плоское основание. Усеченки здесь никакой нет. Наличие каннелюры. Заостренный нос. Ну и такое, так скажем, углубление в носу. Свинец не выступает за края оболочки. Он как будто углублен даже, я бы сказал. Ну, это не Hello Point, естественно. Здесь мы видим, какая оболочка толстая у нас в носовой части. В отличие от Hello Point матчевых пуль. Неплата здесь так себе. Вот. На фотографии. Сейчас вам лучше покажу. Прочное соединение свинцового сердечника и оболочки также обеспечивает минимальную потерю мяса, так скажем. Так как практически не происходит фрагментации у пули. То есть она сохраняет у нас до 95 процентов начального веса. Вот. Деформация контролируется заранее проточенным, так скажем. Да. Такими канавками. Ну вот. На картинке от производителя все это видно хорошо. Да. Но на фотографиях визуально этого не увидеть. То есть это в носовой части специально проточены такие вот канавки. Которые обеспечивают контролируемое такое разрушение оболочки. Да. То есть и создают максимальную эффективность. Да. В раскрытии. Помимо технологии скрепления сердечника с оболочкой. Которая у нас я сказал называется GECO Bonding Technology. Вот. Здесь у нас еще используются такие технологии как GECO Performance Point. Вот. Которая обеспечивает точность. И опять-таки грамотное, безопасное, максимальное раскрытие. И GECO Growth. Да. Это у нас для контролируемой эффективности. Да. То есть. Вот. Как бы тут у нас три технологии. GECO Performance Point, GECO Growth и GECO Bonding. К сожалению, в части компонентов, да. Вот именно винтовочные пули, компания GECO не блещет разнообразием. И в основном, конечно, стрелкам и охотникам она знакома по готовому боеприпасу. Не все пули у нас идут в коммерцию, которые стоят в боеприпасах. Не для всех калибров, да. И так далее. Вот. Эта пуля подойдет для использования в боеприпасе 308 Winchester, 3006 Spring, ну и по большому счету 300 Win Mag. Сама компания GECO выпускает боеприпасы с этой пули именно в этих калибрах, да. То есть. На сайте производителя я взял баллистические данные. Вы их видите на экране. Вот. Можете посмотреть. По технологичности, так скажем, да. Именно соединение свинцового сердечника и оболочки. Ну, компанию GECO, точнее, пулю GECO Plus можно сравнить, там, с той же нормой OREX, с нослером Акубондом. Ну, с Акубондом от нослера. И, в принципе, другими, да. То есть, это Интербонд от Hornady. Вот. Но в этом калибре, в весе 170 грейн, насколько я помню, у этой пули конкурентов нет, да. То есть, в этом весе никто ничего не выпускает. С такими вот, как бы, ну, высокотехнологичных пуль в этом весе нет. Поэтому, вот, можно с уверенностью сказать, что эта пуля в этом весе одна из лучших, ну, свинцовых содержащих, так скажем. Потому что без свинцовых пули они присутствуют в этом весе. Вот. Ну, как, в принципе, и свинцово содержащие. Ну, опять-таки, там, первый партизан, вот. Вот. Это не конкурент, да, для этой пули. По наблюдениям и отзывам пуля формируется в правильный гриб почти всегда. В диаметре увеличивается почти в два раза. Читал я отзывы на форумах, да. То есть, на дистанции до 50 метров не всегда она раскрывается в дичи и отрабатывает как оболочка, то есть шьет. Ну, такое вот возможно. Во всяком случае, в принципе, если высокая скорость, да, и пуля не встретила кости, это вполне вероятно. Ну, как всегда, все субъективно, да, за 50 метров, в принципе, по отзывам эта пуля ведет себя стабильней. Вот. Производитель дает оптимальную дистанцию для работы от 150 до 200 метров. Ну, опять-таки, в зависимости от калибра. То есть, с 308-го, может быть, на 200 метров и не стоит ее забрасывать. Ну, с другой стороны, оптимально это не значит предельно, да. То есть, по 306, я знаю, на 290 метров ребята работали лося, и все, с первого выстрела он упал. Ну, поэтому и 290, и 300, возможно, да. Ну, пуля подойдет для охоты на среднюю и крупную дичь, кабан, лось и так далее. Так, сейчас я вам скажу, какая длина. 28,3, 28,31 длина, и контрольное взвешивание. Длина со светами постоянно какая-то хрень. Не знаю, может такого что-то увидите. Странно, это от камеры сворочная. Так, первая. 169,1. Вторая. 169,2. Третья. 169,4. Четвертая. 169,2. Пятая. 169,1. Шестая. 169,4. Седьмая. Седьмая. 169,3. Ну, вот у нас самая легкая 169,1. Самая тяжелая 169,4. 0,03 грейна. Ну, в процентах я вам покажу, сколько это. Ну, в принципе, я считаю, что 0,03 грейна. Вполне нормальный такой разброс. Не критично. Ну и не зеро, конечно. Если у кого-то есть опыт использования данной пули, оставьте в комментариях свой отзыв. Понравилось, не понравилось. С какого инструмента работали. Дистанция. По кому работали. Я думаю, что зрителям это будет интересно. Все, друзья мои. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Берегите свое здоровье. Здоровье близких. Не болейте. Хороших вам охот. Удачных точных стрельб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова